Заседание разделилось на две части. Часть первая. Мартынов не пришел. Месяц назад, когда законодательную власть проигнорировал директор облздрава Безруков, депутаты решили письменно вызвать на ковер его шефа Мартынова, потому что уже больно много вопросов накопилось по здравоохранению. Письмо зарегистрировали концом февраля, но команда прежнего губернатора придумала хитрый ход. Она назначила коллегию облздрава параллельно с сегодняшним заседанием депутатов и проводила ее в другом зале на первом этаже Белого дома. Как же так можно? Объясниться попросили верного соратника Виноградова Князева, который пока еще остается в должности вице-губернатора. Когда было назначено заседание именно этой коллегии? До того, когда мы послали письмо, о котором говорит Вадим Николаевич, или после? 15.03 безруков направил. То есть, получается, чиновники знали, что их ждут депутаты и придумали эту коллегию, чтобы к депутатам не ходить. Когда это было спланировано, сложно сказать. Всеми силами такое ощущение, что уворачиваются от нас, пытаются уйти, но не уйдут, я думаю. Из зала даже раздалось предложение привести Мартынова силой. Что мы будем унижать всех жителей Владимирской области, не можем чиновника одного или там двух-трех поставить на место? Ну что мы за законодатели такие? Надо его сейчас вот прям спуститься втроем и приволочь его сюда, в конце концов. Ну что это за такое за игнорирование? Ну нельзя же так... Есть предложение делегировать, да? Да, давайте я готов спуститься за этим Мартыновым, в конце концов. До рукоприкладства дело не дошло. Мартынову написали еще одно письменное приглашение и отнесли прямо на коллегию облздрава. При старом режиме письмо наверняка не помогло бы, но в то же время был сделан звонок Светлане Орловой. Разговор исполняющей обязанности губернатора с Мартыновым, судя по всему, был коротким, потому что очень скоро стало ясно, у этого заседания будет вторая часть под названием «Мартынов не мог не прийти». Как и бывший губернатор Виноградов, при ответах на вопросы Мартынов занял оборонительную позицию. Есть ли какие-то недостатки в работе департамента здравоохранения области? Если есть, назовите, пожалуйста. Безусловно, но недостатки есть в работе любых департаментов, любого коллектива, в том числе и законодательного собрания, и администрации области. Я конкретно вас спрашиваю, по департаменту здравоохранения? И администрации области. Если работать без недостатков, значит, люди просто либо не работают, либо делают все идеально. Идеальных вещей практически не бывает. Сегодня, чтобы вылечить зуб бесплатно гусь-хрусталем, нужно встать в 4 часа утра. И это идет на протяжении уже 10 лет. Да, 10 лет назад нужно было встать в 3 утра. Сейчас в 4 утра. Динамика положительная. Да, динамика положительная. Я согласен. Я не говорю, что у нас очень хорошо. Я говорю о соотношениях. Я говорю не о соотношениях и задачах, которые поставлены правительством Российской Федерации. Вот эти задачи на сегодняшний день мы в субъекте выполняли, выполняем и будем выполнять. И дорожная карта у нас согласована с Минздравом. И можно последний... Людьми согласована. Чего? С народом согласована. Она согласована с Минздравоохранения. Дорожная карта. Понятно. Депутаты ждали прихода Мартынова на заседание долгих 4 года. А вице-губернатор говорил лозунгами. Где-то, как в вопросе про зубы, шутил, что, впрочем, больше походило на издевательство. Серьезные вопросы так и остались без ответа. К сожалению, у нас за последний год сокращено порядка 7 родильных домов. Количество родов в соответствии с этим в машинах и на дому выросло в 6 раз. О каком хорошем подходе, о какой хорошей организации системы здравоохранения можно говорить. Законодательная власть рассчитывает, что диалог с чиновниками, отвечающими за соцполитику, продолжится. И продолжение не придется ждать еще долгих 4 года. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал.